всем привет хочу начать свое видео с таких прекрасных цветочков как кода моя любимая не могу ее не пропустить мимо я ее очень люблю и поэтому решила показать вам еще в этом видео потому что если она сбросит цветочки я не смогу ней налюбоваться просто посмотрите какая прелестное растение это восковой цветочек он очень-очень плотный на ощупь намного плотнее чем стандартный фаленопсис язычок чисто беленький с другой стороны зеленоватый это сортовая колодочка мультифлора они очень любят цвести это ее первое домашнее цветение я ее брала совсем малюсенькой и она не хотела цвести еще вот повреждения на листочке было в общем отошла и отблагодарила меня своим цветением а сейчас я вам покажу второй цветок как у меня расцвел посмотрите какой прекрасный желтый цветок он по размеру как кода даже похож смотрите чем-то фантастическим видите тоже белый язычок кука воды и форма цветочков тоже похоже но немного этот желтый цветок похож на бабочку какие-то защипчики начали появляться может быть это будет и бабочка я очень рада я купила этот цветочек как реанимашка умирашка я вам скажу потому что вообще в нем ничего практически не было корешочка здесь было мало это она у меня нарастила корни она у меня целый год не росла не цвела а потом резко как-то опустила в рост посмотрите сколько корней она нарастила очень много и вот молодой стволик вот этот листик нарастила этот и этот три листика серединке пока не видно я рада этому очень это мне помог препарат hb101 я ним всегда пользуюсь всем рассказываю это орхидейка название которой я не знаю но хотела бы узнать если кто сможет мне подсказать пожалуйста подскажите и напишите в комментариях на очень-очень замечательно тоже очень плотная восковая можно любоваться постоянно она мне выпустила 4 бутончика два из них распустились два цветоносика пустила она цветунья мультифлоры это вообще цветунья замечательные растения а теперь приступим к основному что я хотела вам сегодня рассказать я уберу их пока в сторону чтобы они мне не мешали в стороночку и расскажу вам про эту орхидейку это орхидейка как вы знаете что люблю покупать убитые орхидейки и приводить их в состояние жизненное посмотрите это орхидейка меня все-таки дождалось в магазине когда я вынула ее с горшочка она была в горшочке ничего не было видно что там какая корневая система только вот эти листики были обрезаны и был цветоносик вот сухой и на этом сухом цветоносе был такой цветок крупный наподобие биглипа но не беглип вот такой размер биглипа крупный крупный цвет вот такой темный и похож на каменную розу вот такого темного цвета как каменная роза как ему не взять такой цветок даже в таком состоянии а взяла его из-за того что увидела здесь маленький росточек зафиксируем пыльные листики ничего это все уберется помоется ничего страшного когда я вынула эту орхидейку из горшка я как увидела это корневую пришла ужас посмотрите какой стволик сухой но он не черный он просто сухой его можно было бы обрезать и выбросить но я увидела здесь один зеленый корешочек как я могу выбросить этот корешочек который питает все растение я возьму что я сделала я взяла в горшочек двойной налила немножечко воды капнула препарата hb101 и он простояла у меня это орхидейка неделю и посмотрите почки корешки скорее всего начали просыпаться вот этот был не такой там где-то с этой стороны я видела вот видите в общем не зря я ее купила будем с ней бороться спасать и следить за ее состоянием если кому интересно оставайтесь со мной будете следить вместе со мной а сейчас я обработала перекисью водорода щипчики и хочу удалить эти днилые корешочки потому что они все равно никакого смысла нет и выдержать они питание орхидейки не приносит сейчас обрежем ей не нужно посмотрите вилами на нет никакого и они безжизненные вот желтые гнилые и чернота пошла это я считаю что нужно все обрезать оставить только тот корешочек который я заметила зелененький вот здесь тоже вот вилами нужно снять я вам показываю все на камеру чтоб было видно медленно вот этот кончик вот он перегнут в этом месте и я его срежу а дальше идет плотный корешочек ну как он не очень хороший ну хотя бы немножко даст какой-то силы для для моей орхидейки вот смотрите проснулась почечка по моему мне кажется что это будет цветонос вот ведь цветонос и как бы рановато цвести какую еще срежем вот эту тоже срежу наверно или просто удалить нижнюю срежу прямо при самом столике насильно перемокла так свежу сухой абсолютно желтый аж как деревяшка никакого цвета нет или в таком состоянии осталось меня моя орхидейка я ее помещу опять в препарат hb101 пускай она еще какое-то время побудет в этом препарате а зачем я хочу посадить ее в экспериментальная либо в керамзит либо в перлит но это будет завтра так как сегодня я сначала ее обработаю посмотрите какое количество корней я срезала но не все гнилые вот этот был хороший в конце но он начал расти аж с конца а здесь очень много черных милей я решила его удалить можете неправильно сделала напишите мне может я ошиблась но я решила так теперь я беру препарат он защищает растения от всех вредителей это очень хороший препарат мне очень нравится два раза в недельку обрабатываем орхидею и защита растений будет хороша так как эту орхидею я купила в таком состоянии я ее просто обработаю и оставлю в этом препарате hb101 до утра а завтра она подсохнет и я произведу посадочку также у меня есть еще две вот еще одна реанимашка это мульти флора она у меня прошлый раз цвела вот такая она красавица была чисто такая чернильная и такие четкие полосочки может увидел мое видео я показывала вам также ее поставила в препарат hb101 кончиками корней ее нужно обработать от вредителя даже корневую систему я обрабатываю листики полностью и еще и не сделаю такое одно сделаю применение такое вот я ножнички обработала и смотрите нужно ей обрезать цветонос в каком месте ей нужно обрезать цветонос если я оставлю цветонос вот он начал продолжает расти но в конце будет мало цветочка смотрим здесь был цветочек больше не будет не будет не будет ищем живую почку вот она даже проснулась и на несколько сантиметров выше я обрежу эту цветонос и посмотрим чем закончится мой эксперимент обрабатывать ничем я сверху не буду оставляю эту орхидейку обработанную препаратом миледи оставляю ее также водички немножечко и в раствор hb101 одна капелька вот эти две орхидейки завтра будем готовы к посадке у нее тоже на листиках вот видно какой-то вредитель повредил ну немного надо подстраховаться чтобы орхидейка дальше не болела лучше подстраховаться и ничего такого у нее чтобы не было этот препарат проверены на нескольких орхидеях ни один сезон я не пользуюсь можно любые цветы вот она вот такие вредители вот читаем три псы клопы белокрылка щитовка обрабатывать вот килькись обработки 2 2 обработки в неделю и все и ваше растение защищено а здесь я приготовила вот агроперлит это для завтрашней посадки моих орхидей одно я посажу в керамзит а вторую в агроперлит какую во что я посажу решу завтра вместе с вами будем делать посадку а сегодня они должны просохнуть от этого препарата и впитаться на дом все у меня здесь тоже наращивают корешочки две маленькие ли они машечки вам про них завтра тоже все расскажу сейчас закончу своем видео такими красивыми орхидейками как бегле белый бегле вот такой замечательный цвет у него и чармер вот такой уголочек у меня здесь всем удачи всем пока до завтра хороших вам цветов и хорошего цветения спасибо 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 сильно до Initiative